Детская поликлиника Нижневартовская Екатерина Маслова задает не один десяток раз, а если надо, то и уточнит, что непонятно. И такое общение ее нисколько не тяготит. Сама выбрала для себя такую профессию, говорит доктор, осознанно, взвешенно, просчитав все за и против. Стать медиком – заветная мечта. Из всех воспоминаний о детстве именно игра в больницу приходит на ум чаще всего. У меня яркое впечатление, что стоит красный тазик, в нем кусочки газеты и лежит папа. Я его обкладываю компрессами. Мне это нравилось, что я ему помогаю, что я его лечу. А уже в старших классах перешла из обычной школы в лицей. Здесь выбрала химико-биологическое направление, а после – Иркутский государственный медицинский институт. Самым нелюбимым предметом, честно признается, была анатомия. Зато остальные лекции посещала с удовольствием и с радостью. А когда встал вопрос выбора специализации, тут уж звезды так сложились или сама судьба распорядилась, пошла на педиатрический факультет. И об этом решение нисколько сегодня не жалеет. Считает, что работать с малышами гораздо проще, чем со взрослыми. Пусть они и не могут зачастую точно рассказать о своих ощущениях и симптомах, но на то она и врач-профессионал, чтобы самой поставить точный диагноз. Общение с детьми, энергетика детская, смех, улыбки. В то же время и слезы. Ну, когда помогаешь, чувствуешь очень большое удовлетворение. Интуиция тоже работает. И как мама. Когда я стала мамой, я стала, мне кажется, еще больше чувствовать детей. Что касается самих маленьких пациентов доктора Маслова, то они от нее просто без ума. Родители, кстати, тоже. Нам всего хватает. Всегда на все вопросы отвечают, во всем подсказывают. Да, я знаю, что они меня любят, они меня всегда ждут, когда я на больничном, в отпуске. Они очень рады меня видеть, когда я выхожу. А чем вы их берете? Не знаю, наверное, участием в их судьбе, потому что я знаю не только проблемы здоровья. Семейные проблемы, каким-то советом можно помочь, поддержать как-то. Мне кажется, поддержка – это, наверное, самое главное. Эффективность работы доктора Маслова видна в показаниях здоровья детей и ее участка. Младенческой смертности за все 11 лет работы не было ни разу. Самая уязвимая группа – дети до одного года получают грудное вскармливание. Это тоже заслуга участкового педиатра. А еще она дает дельные советы своим коллегам, за что те ей тоже благодарны. Постоянно к ней обращаюсь по любым вопросам. Она всегда готова ответить, конечно, она всегда отвечает. Богом поцелованная – так говорят о докторе Масловой и родителе маленьких пациентов и коллеге. Она им благодарна и со своей стороны делает все, чтобы ее подопечные росли здоровыми. Единственное, о чем жалеют, что молодых специалистов в детские поликлиники города не так много приходит. Сегодня нехватка педиатров – большая проблема для Нижневартовска. Поэтому тем, кто пока еще стоит на распутье, куда пойти учиться, советуют идти в медицинские вузы. И без работы никогда не останетесь, и помогать людям сможете. Но только есть одно главное условие – если чувствуете к этому призвание.